Я Валентина Николаевна Мельникова, автор книги «Репка на новый лад» или «Так вот ты, магия какая». Это видео я делаю по просьбе Ирины Сверидовой, руководителя портала «Мир Дашкалят» и приуроченного к всероссийским педагогическим чтениям. Ну, поэтому, как бы, особенности моего рассказа будут взаимосвязаны. Несколько слов скажу о себе. Ну, во-первых, я по профессии педагог, руководила школьными учреждениями, одно из которых – это прогимназия с центром дополнительного образования и профессиональной подготовки. Являлась директором учебно-методического центра «Детская личность» и с разработчиком концепции самореализации личности под руководством Мансфельда. Что отличало меня и вообще нашу деятельность – это осознанный подход. Осознанный подход не только к образовательному процессу, но к процессу развития и воспитания. Что развивали? Развивали различные способности. Воспитывали нравственность, ответственность и так далее. Интерес к учебе, интерес к познанию, ну, как основа всего. Для чего я сейчас об этом говорю, потому что я должна буду подвести вас, то заложила я в книгу, что посчитала главным. И почему так? Кроме этого вида деятельности, с некоторого времени я получила сертификат, то есть я тоже пошла осознанно учиться техникам Милтона Эриксона, основоположника методов НЛП, то есть всего, что связано с подсознанием. И почему меня это так заинтересовало? Потому что мои многолетние наблюдения за развитием детей, за их успеваемостью, оно мне интуитивно подсказывало, что, возможно, не это самое главное, а есть что-то более главное. И вот таким образом я и пришла к этим пониманиям, пониманием о том, что всё, как реализуется личность и в школьной жизни, и во взрослой жизни, вообще это всё зависит от того, что заложено у него в подсознании, отношение к себе, отношение к жизни, отношение к возможностям. Вот, собственно, это станет или сделает его успешным и счастливым, или не вполне успешным и счастливым. Потому что бывают такие, которые закончили школу с золотой медалью, у меня есть один такой знакомый человек, который совершенно оказался нереализованным в жизни. Почему? Потому что что-то с детства закладывалось в его подсознательные программы, не то, не то отношение к себе, недостаточный уровень осознанности и понимания, а для чего? Ну, я думаю, что теперь вам стало понятно, почему я вот подхожу к этому разговору вообще. К книге я подхожу с двух точек зрения. Одна точка зрения с точки зрения педагога, и что в основном все педагоги хотят дать, а они в основном-то хотят научить качественно. И на что сделала упор я и делают упор психологи? Именно на подсознательные программы. Вот то есть я связываю две вот эти глобальные основы. И это я и показала, вернее, с таким подходом я и подошла к написанию книги. Ну, скажу, что ещё меня побудило писать эту книгу, а точнее собрать её, потому что писалось на протяжении ряда лет. Вот, делались какие-то наброски, зарисовки, рассказы, эссе и так далее. И собрала я это в книгу, ну, буквально в сентябре. Так вот, я считаю эту книгу самой главной. То есть это вообще самая главная или самая важная книга, которую обязательно нужно прочитать. Потому что о чём бы я там не рассказывала, а рассказываю я, у меня очень много рассказов, которые написаны от лица детей. Но обращая я внимание на те моменты, на те вещи, сознательно обращая на них внимание, на то, что мы в обыденной жизни не обращаем внимания. И даже, может быть, не обращая внимания, мы, в общем-то, и не знаем, а что мы делаем-то. А мы и со своей жизнью можем не всё в порядке что-то делать. И с жизнью в будущем наших детей, наших внуков. Я, значит, по большому счёту, даже с жизнью вообще, с той аурой, с тем окружением, в котором будут жить наши дети, наши внуки и вообще мировая цивилизация. И вот в своей книге. Я вообще её построила так, что там и детские рассказы, там, кстати, и детские сказки есть. Там есть и стихи, но тоже осознанно подобранные мной, из большого количества написанных. Там есть и зарисовки, размышления о нас. Даже есть такая не зарисовка, а целый очень большой рассказ о моей встрече и разговоре с американцем, что отличает нас от них. А что вообще, в принципе, нас всех русских объединяет. И такое есть. Есть у меня такие рассказы, как «Тренажёр для обжор». Это буквально вот картина, которую я наблюдала на детской площадке в совхозе имени Ленина, Грудининском. И вот то, что я увидела, оно вот мне уже моими психологическими, моими глазами позволило это увидеть. И позволило уже заметить, а что вот с этим ребёнком и за этой воспитательницей или бабушкой. Кто она там, я не знаю. Ну, кто будет читать или кто уже прочитал, тот понимает, о чём речь. Я уже стала сознательно или осознанно обращать внимание на такие вещи, на которые мы в обыденной жизни не обращаем. И поэтому не замечая, какую жизнь мы формируем, что формируем в детях, что формируем в своих внуках и вообще какие мы. В общем, вот я и показала, вернее, я написала книгу, как книга, книга-беседа. Это книга-беседа с читателем, с достаточно умным читателем, который замечает всё то, что вот заметила я, который замечает, анализирует и, соответственно, делает выводы. Иногда я помогаю сделать эти выводы. Книга называется «Имеет второй заголовок» или «Так вот ты, магия какая». О чём это? А вообще, знаете, это о магии любви. Это о любви к себе, о любви к жизни, как к бытию. То есть о такой, какой имеют только дети. Это о любви к тому, чем они занимаются. И даже вообще о любви. Даже о любви как в отношениях. И, как сказала Вера Горд, она писала аннотацию на мою книгу. Вообще она потом в личной беседе мне написала, что я не написала это в отзыве, но я так об этом задумалась. Ведь это правильно показать именно то, как ты показала. Вот именно вот эти чувства, которые должны быть между взрослыми людьми, родителями, ну вообще между взрослыми людьми, чувства любви. Что это такое? Ты, Валентина, затронула абсолютно все грани нашего бытия. И как-то так даже, в общем, и неожиданно. Потому что, конечно, мы привыкли с вами, ну, к каким книгам? Там детективы, мелодрамы какие-то, так, даже боевики, фэнтези. Мне захотелось, чтобы это имело какое-то не только развлекательное значение, а прикладное значение. А как это применить для жизни с пользой? Вот такой подход у меня к книге. А что мне хочется еще сказать, вот как педагогу, что очень важно формировать в ребенке уверенность, успешность, лучшие качества, поощрять наилучшие. И вот как тоже Вера Горд написала, на что Валентина обратила внимание? Что похвалить, даже если особо не за что, все равно важнее, чем поругать. А за что похвалить? Хотя бы за подход, хотя бы за то, что проявил интерес. Ну, я сейчас уже как бы вдаюсь в подробности, но я горячий человек с точки зрения именно вот отношения к этому и к важности, понимания себя. В каких подсознательных программах мы живем, а что формируем? Вот об этом мои достаточно веселые, смешные, есть просто развлекательные, есть даже очень смешные для того, чтобы отдохнуть. Все это как-то вот я вперемешку постаралась сделать, как в общем-то, ведь вперемешкой все в жизни. Веселые, серьезные, немножко грустные, важные, не очень важные. Вот так и в книге. Есть сказки для взрослых, есть даже теософская сказка, Абсолют Ло, которая тоже о том, какую роль играют родители. Очень интересно. И есть гипнотические сказки. А гипнотические сказки – это такой жанр, который вот уже такой специализированный на ваши успехи жизненные. Есть сказка вообще на обретении семейного счастья, называется «Алхимия любви». В общем, достаточно много всего. Ну вот несколько слов о книге. Ну ссылку на книгу я дам. Ну что еще сказать? Выражаю благодарность тем, кто написал уже отзывы на мою книгу. Это и Ирина Сверидова, это и Вера Горд, это и Ольга Грибанова. Есть и другие, которые мне и устно выражали. Но я бы сказала, что эта книга для взрослых, эта книга для детей, для взрослых, независимо от того, что они любят или там какие жанры они любят, какие виды литератур. Потому что моя книга, самая важная, она имеет прикладное жизненное значение для успешности, счастья и здоровья. Успехов вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!